Ну как тебе ванна? Хорошо? Ну и здорово. Знаешь, я тоже очень люблю ванну. Расслабиться в ней. Прогреться. Это для меня просто какое-то неземное, наверное, наслаждение. Это лучший способ релакса. Ну, ты присаживайся, пожалуйста. И у меня для тебя есть чай. Чай и вкусняшка. Буду очень рада, если ты попробуешь, если тебе понравится. Давай, значит, я подам тебе твою кружечку. твой чай. Смотри, я сахар не добавляла, но я добавила сюда крымские ягоды. лесные крымские ягодки. Лесные крымские ягоды. фирмы фирмы Флорис. И я их нашла, по-моему, в Дикси, что ли. Получается, внутри у нас прозрачный пакетик. Тут такие вот ягодки. написано, что они должны завариваться минут 15 где-то. Но я уже настояла в ключе, пока довылась. Так что, в принципе, я готов к употреблению. Но если будет не очень сладко и захочется еще, то, конечно, можно добавить сахара. Это уже на твое усмотрение. А здесь у нас получается шиповник, плод, рябина красная, арония, плод боярышника, можжевельник, яблоко и цветы гибискуса. Фито-чай, да. Я надеюсь, тебе понравится. Но меня он, например, очень хорошо расслабляет перед сном. У нее, кстати, есть свои даже координаты в ВКонтакте, Фейсбуке и, по-моему, даже в Инстаграме. Я удивлена. Так. И знаешь, что у меня для тебя есть? Ой, ну я думаю, тебе очень понравится. У меня для тебя есть роллы. Я знаю, как ты любишь роллы. Вот роллы. Я сейчас тебе их распакую. Давай, только поставлю чай к тебе поближе, чтобы тебе было удобно. ты тогда бери роллы, не стесняйся и наслаждайся. Потому что я просто я фанат роллов и ну, в принципе, как и ты. Так что я думаю, мы друг друга хорошо понимаем в этом вопросе. Так. Да, я заказывала в Хигасе, потому что это и дешевле, и вкусно, и хватает как бы не на один укус. То есть, ну, все как можно. Так, это тебе под соевый соус. Да, у них он в таких пакетиках. Сейчас я тебе открою. Так, салфеточки. Сами роллы и палочки. Здесь еще в пакете есть зубочистки. Давай начнем с палочек. Каждый раз разные палочки в разном покушке. Люблю, когда, кстати, палочки сразу отдельные. Обычно бывает так, что они здесь соединены и приходится их надламывать. Но я люблю больше, когда они сразу такие раздельные. Так, соевый соус, да? Это, кстати, очень бюджетный у них сет. Получается, смотри, самовывозом он стоит буквально по-моему, рублей 700. С доставкой 850, что ли, 859. Но все равно недорого. И в наборе полтора килограмма роллов. Роллов, как правильно. соус, пожалуйста. И давай распакуем тебя сами роллы. я возьму одну палочку, сейчас расскажу тебе, что к чему. И дальше ты уже приступишь к поглощению, и мы с тобой поговорим за едой. Да, аромат, конечно, хорош. Я помню, ты не очень любишь васаби, и поэтому не предлагаю. Так, для тебя имбирь, я положила уже сразу сюда. Значит, смотри, есть Калифорния со снежным крабом, здесь идет майонез, снежный краб, икра массага и огурец, темпура с угрем, вот эти вот, сливочный сыр, копченый уголь, огурец, ролл с лососем в кляре, сливочный сыр, блинчик, а, это вот этот вот, сливочный сыр, блинчик, лосось, жареный в панировочных сухарях, так, запеченный ролл Филадельфия, это кто-то из них, сливочный сыр, огурец, сырный соус, лосось, и запеченный ролл с курицей, кунжутные семечки, сливочный сыр, ароматный помидор, сырный соус, нежная филе цыпленка, ну смотри, здесь у нас какие-то вот красные вкрапления есть, я думаю, что это вот он, сливочный краб и сливочная креветка, да, такой набор, я думаю, что это будет самое то тебе перед сном, я, например, очень-очень люблю их роллы, и не могу удержаться, чтобы не заказать, и вот мне в этом сайте очень понравилась такая вот Калифорния, я вообще ее очень люблю, они ее в много своих наборов кладут, и запеченные роллы, это у них просто бомба, это супер, это нечто, поэтому наслаждайся, пожалуйста, и параллельно можешь рассказывать, как твои дела, что у тебя, ну, я так люблю, когда у нас с тобой наконец-таки выдается день, когда мы можем вот так вот с тобой вместе посидеть, поговорить, как-то излить душу, я, кстати, знаешь, очень полюбила пить разные напитки, что чай, что кофе, что просто воду из вот этого стаканчика, такой пластиковый стакан, я когда-то покупала его в магазине заодно, и он недолго стоял без дела, как-то не нужен был, и потом, когда я как раз-таки устроилась на работу, вот он мне понадобился, я убрала с собой на работу и заваривала в нем себе чай, вот, как-то так уютненько это было, и плюс, знаешь, на нем такой принт бумажный, очень милый, такой Париж, ну, как-то это расслабляло очень, и вот, знаешь, несмотря на то, что работа закончилась в этой фирме, стаканчик очень хорошо прижился, и я продолжаю его вот использовать в постоянной вот такой вот жизни, да, ну, ты угощайся, конечно, не стесняйся, давай, я покормлю тебя, а то, что ты в самом деле как неродная сидишь, так, я, кстати, очень часто крышечки вот этих наборов использую в качестве тарелочки, открывай ротик, говори, а-а-а, вот, хорошо, молодец, а теперь жуй, ну, как тебе? Ладно, ладно, я знаю, что ты жуешь, но по выражению лица вижу, что нравится, чем ты-то занимаешься сейчас, пока есть немного свободного времени, ну, да, я понимаю, вся в делах, вся в заботах, даже дома, да, когда, казалось бы, выходной, домашние дела никто не отменял, да, ну, зоопарки, они бывают всегда, везде, у меня, знаешь, тут, ну, не на неделе, а, наверное, уже недели-полторы назад, как кота все по лечебницам вожу, кот заболел, чихать начал, вот, и все-таки кот, да, это полноценный член семьи, и вот как-то нельзя же просто тогда оставить вот его такого кашлящего привезла в одну клинику, ему прописали амоксицелин и форвет, но амоксицелин антибиотик, а форвет это иммуномодулятор, чтобы антибиотик, ну, сильно не бил, да, по организму, и я ему это проколола, для меня вообще было очень сложно начать коту что-то колоть все-таки за 25 лет своей жизни, да, я еще ни разу никому ничего не колола, а тут надо, и я, конечно, просто вот, это было огромное усилие для меня, но я это сделала, да, вот этот вот с снежным крабом, попробуем, так, давай, молодец, люблю эти маленькие роллы, значит, и лечение это ему не помогло, и меня что удивило, в этой клинике, знаешь, у меня, у котика не попросили никакого анализа, ни кровь, ни что-то еще, только так температуру померили, и все, кот все равно продолжал кашлять, несмотря на то, что у него было лечение, и я позвонила в клинику, сказала, что здравствуйте, лечение, да, не помогает, что делать, но мне сказали, а вы вливайте в него по одному миллилитру детского бронгексина в день три раза, но мой кот немножко ошалел от того, что в него вливают персиковый детский бронгексин, и как-то легче ему от этого совершенно она не становилась, и я отвезла его в другую клинику, вот, мне попалась вроде как хорошая такая женщина-врач, весьма компетентная на вид, и вот она его посмотрела, было подозрение на микоплазмоз, ну, это инфекционное заболевание, и на сердце, вот, недавно пришли результаты анализа в сердце, точнее, не так, микоплазмоз отсутствует, и другие инфекции тоже отсутствуют, а вот сердце как раз-таки может быть и подводит, но, знаешь, это нужно какое-то УЗИ, УЗИ сердца, и, к сожалению, в колоде никто этим не занимается, вот, поэтому, что делать, не знаю, но, то лечение, которое назначили коту в этой клинике, там тоже один препарат колоть, два раза в день, таблетки два раза в день, один сердечный препарат, другой дыхательный, и третий противомикробный на бронхе, вот, тут фу, но с первого же дня кот больше не кашляет, поэтому сейчас, кстати, моя врача попала на больничный, я жду, пока она выйдет, пока параллельно продолжаю лечение, и дальше уже будем думать, что делать, да, вот, представляешь, как бывает, вот так вот неожиданно вообще, конечно, ну, понятное дело, справимся, куда ждать, да, так, ты все ждешь, пока я тебя покормлю, да, ну, что ж такое, что ж ты мне такая стеснительная, так, давай сначала имбирю, ты заешь это все, давай, ау, вот, хорошо, я имбирь сразу глотаю, я его не жую, и давай возьмем темпуру, давай, давай возьмем темпуру, такую вкусную, так, давай так, опа, темпуру, ну, темпура большая, я согласна, ее нужно прям разжевывать так хорошо, потому что, ну, действительно, очень объемный в диаметре ролл, слушай, а знаешь, что, давай поставлю тюберовую, поближе к чаю, да, вот, тебе самой поудобнее будет, и соус сюда же, и ты уже сама спокойно сможешь это кушать, тебе будет комфортно и удобно, да, я рада, что тебе понравились роллы, смотри, это доставка Хигаси, у них есть сайт, группа во Вконтакте, поэтому их несложно найти, забиваешь Хигаси, Калуга, и вот тебе, пожалуйста, они еще есть в Туле, у них куча наборов, куча сетов, есть более сложные роллы для курманов, так что ты можешь их заказывать из основного меню, они подороже будут, но при этом продукты, которые у них используются, сами по себе более дорогие, вот, и я знаю, что я хотела показать, я хотела показать тебе новинки косметики, которые ко мне вот пришли буквально недавно, я думаю, что, ну, тебе как девочке да, будет это интересно, так, сейчас будем доставать все потихоньку, это эссенс, да, давно у них уже ничего не брала, и вот свершилось, это очень милая коллекция, она просто нереальная, да, 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 посмотри, какая милота, Ой, ну давай, значит, потихоньку все это разгребать, смотреть Обожаю все эти девчачьи штуки Прям радуюсь Давай, наверное, начнем с пилочки для ногтей, так как она как-то так рядом лежит Пилочка для ногтей, два в одном Шаг один, непосредственно пилочка Шаг два, полировка Так, давай посмотрим, что она из себя представляет Так, просто вот так вот ее достать, кстати, довольно-таки сложно Вот мне на это сил не хватает Видимо, очень хорошая такая добротная упаковка Ну да, получается, что чтобы ее достать, нужно полностью снять покрытие И что радостно, вот эти вот все милашечные рисунки Они сохранены Вот Вот эта сторона шершавая Вот И это, в принципе, кстати, тоже Вот Видимо, вот здесь более грубая часть А вот здесь все-таки, да Более, ну, мелкая, чуть понежнее Вот Вот Пилочка Очень Нужная, да Вещь Вот Все-таки Даже когда Снимаешь Гель-лак То Очень часто Помимо того, что его нужно, ну, там, отмачивать Например Его приходится либо сразу спиливать, не отмачивая Либо все равно что-то допиливать Так что Эта штучка Она Очень даже Пригодится Так Ну Давай Посмотрим Вот это, что это у нас Это Румяна Слышишь? Это Вообще Линейка Называется Вот Кост Энд Чилла Навеяна такой Морской Тематикой Отдыхом На пляже Такая Паралоновая Губочка И здесь вот камушки Румяшки Прямо вот Проводишь чуть-чуть И на пальчике уже остается Но они по ходу дела Знаешь Больше такие Бронзовые У них приятный косметический аромат Нерезкий И пахнут Какой-то такой Сладостью Так забавно Знаешь Они такой формы Обычно Есть всякие Метеориты Там да От герлен Они шарики Кругленькие Эйвон по-моему делала Тоже что-то круглое А здесь вот именно Как камушки на побережье Такой вот неровной формы И это конечно интересно Так выглядит Я румянами Мне кажется Даже почти Не пользуюсь Вот Как-то Не знаю Я очень боюсь Переборщить Тут просто С каким-нибудь Даже легким контурингом Боишься Переборщить Что уж говорить Про румяна Всегда боюсь Что Будет Чересчур Ну очень милая Упаковочка Такая прям О А вот эту штучку Я уже даже Опробовала Это Палеточка Для Бровей Здесь конечно Заявлено Что это И тени Для глаз И брови Но для меня Для бровей Это Самое просто Остану Это супер Сейчас я ее Открою Смотри Какой Градиент Какая Она Красивая Посмотри Ингредиент Идет Получается От такого Прям совсем Совсем Темного К Очень Светло-коричневому Оттинку И В зависимости От того Какие у тебя Брови Особенно И если Ты Как и я Любишь Такой стиль А-ля Naturel Ну вот У меня вообще Русый цвет волос Мне нужно Вот здесь Вот в этой гамме Ориентироваться По бровям Вот это для меня Слишком темно Здесь тоже Как-то темновато А вот здесь Самый раз Но вот это еще Может подойдет конечно Но это надо пробовать Я пробовала брать вот отсюда И Это супер Цвет подходит Замечательно просто И Тут можно Получается Да И смешивать Оттенки И экспериментировать И это Очень удачная Штучка для бровей Тем более Смотри Как много Здесь средства Супер просто Я от нее в восторге Это Прям такая Находка Причем Вот Получается Что Такое Сокровище В одном Футляре А то Обычно Знаешь Найдешь средство Для бровей А оно само Оказывается В какой-нибудь там Палетке На 150 теней Из которых Тебе нужен Только один Какой-то оттенок Так Давай Теперь посмотрим Бальзамы для губ Бальзамы для губ Боже мой Как же они пахнут Это просто Это Это Супер Сейчас Сама Убедишься Значит Один По-моему Персиковый Другой Клубничный Не могу ошибаться Что-нибудь написано Или нет Вот Вот этот у нас Строубери А этот Манго Вот Манго И вообще Я, знаешь Я стала каким-то Фанатом Манго Папайя И Ну это для меня Прямо Потрясающие запахи Они выкручиваются Так что Видишь Много средств Вот Максимум Понюхай Но пахнет Конечно Вот клубника Пахнет Именно Отдушкой Клубники Все-таки, знаешь Мне кажется У Самой Клубники Ну У обычного Да У продукта У нее вообще Аромат Неярко выражен Поэтому Передать Этот аромат В каких-то Средствах Наверное Очень сложно Все-таки И Манго Да Попробуй Вот он Классный Да Да Угу Угу Ммм До чего же он вкусный И вот так и хочется съесть Это нечто Да Они бесцветные И они очень вкусные Я вообще Знаешь Очень люблю макияжи Использовать Не столько Помады Сколько Вот Бальзамы для губ Потому что в отличие от Тех же блесков Например Бальзамы Они не скатываются Они никуда у тебя с лица Не пытаются уйти И ты намазал И вот Много-много часов Бальзамы у тебя держатся И Не превращаются В белую полоску На губах И это очень круто При этом твои губы выглядят Достаточно сочно И Все-таки Ну Как-то вот прям Хорошо вписываются в макияж И Может быть знаешь Даже Ну не всегда нужна Какая-то яркая помада Чтобы Образ был законченным Так Наклейки для ногтей И Два вот таких Вот наборчика Один маленький Другой Побольше Вот эти вот Можно наклеивать На что угодно То есть Там Какие-нибудь аксессуары Может быть Или Что там тебе Приглянется Вот Ну в принципе И эти можно Ну вот На этих Прямо отдельное Позиционирование И И Они такие милые У них такая классная Упаковочка Такая прям Приятненькая И Рисунки здоровские Они Позиционируют Что Ну ты такой Наклеиваешь Какую-нибудь Наклеечку И покрываешь Сверху Прозрачным Топом И она у тебя Дольше держится Ну по мне Они все такие милые Их так и хочется Знаешь Вот ну наклеить Просто на ноготь Вот мне кажется Ну Ну они будут Хорошо смотреться Потому что и цвета Такие пастельные Достаточно Популярные Сейчас Приглушенные И Принты Очень Ходовые Очень классные Так что вот прям Милота Милота Да Знаешь Может быть Это Выглядит Немножко так По-детски Так чуть наивно Но Это мое Знаешь Я не Не такая же Да Суровая Там Строгая Тетя В офисном костюме Поэтому Для меня вот такие вещи Это прям Круто Кисточка Кисточка Давай Распакуем Кисточку Смотри Здесь даже фон Море Море Канат Звездочка Дорисованная Вот И здесь У нас Футляр Получается Так Он У нас На скотче Или нет Не могу понять Нет Не на скотче Просто Закрыт Поэтому Откроем Не мучаясь Возьми меня К океану Надпись Одна часть Очень кстати красивый Оттенок кисти Да Такой вот прям Пыльно-розовый Очень красиво Выглядит Одна часть Скошенная Достаточно Жесткая Хорошо Этой кисточкой Тушевать Например На нижнем веке Вот Тени А Другая у нас Мягкая Это Большой Какой-то Тушевки На верхнем веке Вот Ну смотри Давайте По щечкам Повожу Мягко И давай теперь Вот эти Вот Концом Все равно Да? Приятная кисточка такая Так У нас осталось 3 средства Расскажу тебе про вот эту штуку Это матовая помада У нее такой потрясающий оттенок Боже мой Знаешь Я была Ну я была уверена в том что Такой коричневый Да У меня там не подойдет Но он так хорошо ложится Он Всыхает В такой Красивый Цвет Что Я просто Удивлена Да Я потом тебе покажу И пахнет Ты бы только понюхал как пахнет Приятно Да? Это мой первый оттенок И он шикарен Боже мой Прямо знаешь Отличный нюд Прямо вот Лучший матовый нюд вообще И держится хорошо Кстати вот С этим оттенком Я ела вот Тирол Что ты ешь И он остался на мне Так что я прям Рекомендую Осталось две палеточки Это у нас тени Вот И Контуринг лица Здесь идет Такая Бумажка Защитная Получается И оттенки Очень красивые нюдовые оттенки Что-то напоминает Гамму Палеток от Naked Вот И в наборе Идет такая Кисточка Которая прозрачная Серединка С одной стороны Аппликатор Паралоновый И с другой стороны Непосредственно Сама такая Кисточка Вот Давай посмотрим Ой На кисточку Набираются Тени На кисточку Набираются Хорошо Вот как конечно Переносится Ну на пальчик Переносится Вот Повторяю что не дождусь Когда можно С этой палетки Попробовать полноценный макияж Просто Ну не сейчас же После Ванны Хочешь там В каком-нибудь Разе Так сказать Я тебя накрашу Вот Мне будет очень приятно Поколдовать Над твоим образом Я так умиляюсь с этих палеточек Они такие мины И у них такие принты забавные Очень стильная вообще линейка получилась у них Кстати Сзади В палетке Идет инструкция Какие оттенки Куда лучше использовать Правда На Английском Вернее на трех языках Английский Французский И Немецкий Так И мы с тобой добрались До очень Такой Знаешь Харизматичной Палеточки Для контуринга На которой Такие милые Мордашки Вот И Это у нас Румяна Хайлайтер И Бронзер Два Оттеночка Хайлайтера Румяшки И вот Бронзер Очень стильно выглядит Тут Я прям не могу Насколько Действительно Красиво Вот Приятно Когда Продукт Доставляет Помимо Функционального Наслаждения Еще эстетическое Вот Такой Палеткой Хочется пользоваться Даже тогда Когда ты Вообще Никогда Не пользовался Чем-нибудь Подобным Хочется Пробовать Вот Просто Потому что Она есть Так что Я еще раз тебе говорю Да Что Я могу Как-нибудь Сделать тебе макияж Вот Если ты хочешь С этой косметикой И Посмотрим Что получится Ну я уверена Что Такую красотку Как ты Да Ничто не испортит И здесь тоже Вот Любые языки Кроме Русского И также Инструкция Какие оттенки Куда лучше наносить Куда хайлайтер Вот Куда Бронзеры Тебе Тебе Кто больше нравится Мне вот нравится Котик Не Знаешь чем Мы занимаемся В свободное время У нас же есть второй канал да, home little home на ютубе и мы туда снимаем мастер-классы по гугльной миниатюре мы тут недавно сделали, боже мой, это такая милота это я сейчас для атмосферности поставлю вот сюда вот скамеечку ну знаешь, просто потому что это мило и она так хорошо вписывается эту скамейку мы сделали давно но буквально недавно я ее отдекорировала декупажными салфеточками, что мне когда-то присылал подписчик вот эти вот цветы очень красиво легли и прям вписались на ура и на эту скамейку также для атмосферности я посажу вот этого малыша ну все, да, твое сердце растаяло и мы сделали кухонный гарнитурчик нам, конечно, еще нужно сделать полочки навесны но сейчас мы сделали вот сам гарнитур столешницу и мойку давай начнем со столешницы столешница под цвет камина и под цвет основной мебели стульчиков столика и по бокам я ее тоже задекорировала декупажными вот этими кусочками салфетки и здесь одна такая общая полочка большая внутри вот, да, сзади прокрашена, конечно это фанера у меня супруг очень любит именно из фанеры такие вещи делать так что вот фанера и здесь у нас для мойки моечку мне еще предстоит сделать здесь уже чуть другая конструкция здесь есть дверки которые открываются полноценно здесь здесь также будет выходить слив труба вот они задекорированы конечно в качестве ручек использованы бусинки в виде цветов и вот здесь вот такие вот полочки сюда еще цветочек вот один поместила тоже фанера вот ну и конечно кукольная еда в таком интерьере вот смотрится очень мило очень трогательно вот так что да это мое такое хобби и знаешь я так кайфую когда этим занимаюсь мне так это нравится можно конечно списать на то что там не доиграла например в детстве но и так же это так приятно создавать такую миниатюру и ко мне обращаются люди да с заказами на такую миниатюру для своих домиков и так приятно их радовать этими вещами потому что они конечно вот всего вот это прямо пищат и мне радостно что не только у меня это вызывает подобные чувства вот так что да у всех разные хобби конечно я дам тебе ссылочку на канал куда же без этого мало ли заинтересует ой у меня для тебя осталось еще одно очень приятное предложение перед сном но я знаю ты не сможешь мне отказать я предлагаю тебе что ты думаешь я предлагаю расчесать тебя я предлагаю расчесать тебя мне очень хочется тебя расчесать и я надеюсь что тебе будет очень приятно да ты как раз наелась ты готова баиньки так что давай пойдем усядемся вот и уже тогда я тебя расчешу смотри это коврик прономат эко очень такой прям расслабляющий очень колючий но в то же время он обеспечивает конечно подрезающий массаж он у меня уже год получается может год там и месяц где-то так или год или два месяца и я от него без ума это супер это очень приятная процедура и я тебе настоятельно рекомендую положить на этот коврик хотя бы может быть ножки поставить или ручки положить он очень приятно покалывает обеспечивает кровоток к этим органам которые лежат и в итоге какие-то боли отходят там поясница например спина или еще что-то я очень часто на нем лежу я его обожаю у него бамбуковый наполнитель и вот этот пластик вот то ли льняным то ли хэбэ покрытием вот самого материала он легко стирается и в итоге вот ну супер супер я прям обожаю этот парноматик вот поэтому для тебя самое лучшее пожалуйста укладывай сюда свои там ручки ножки а я тем временем сяду сзади тебя и буду тебя расчесывать да у меня на заднем плане немножко может буянить кролик но я думаю это ничего страшного он просто знаешь ночное животное и очень хочет гулять он видит что происходит какое-то действие ну и в итоге как спать когда тут что-то творится единственное только знаешь давай я покажу свет чтобы создать все-таки такой настрой носом и останется небольшая подсветка от ночника сейчас я усяду сзади тебя и буду тебя потихонечку прядка за прядкой расчесывать потихонечку это потихонечку abra да, у меня деревянная расчесочка все, как ты любишь у тебя, конечно, шикарные волосы так хочется их заплести что-нибудь изобразить за ними очень приятно ухаживать так что я делаю Продолжение следует... Да, тебя же надо хорошо расчесать Я буду придерживать прядки, чтобы было не больно, если что Спасибо тебе за то, что пришла ко мне Осталась на ночь Я очень люблю принимать тебя у себя Так, давай я теперь заплету тебе косичку И можно укладываться Ты уже, я смотрю, носом накляешь Ну сейчас, чуть-чуть Чуть-чуть подожди Так, сейчас я взобью тебе подушечку Так, сейчас я взобью тебя Ну все, можно укладываться Спокойной ночи Спасибо большое Я люблю тебя